Изабелле посылка пришла, да, Изабель? Да. У неё вчера был день рождения? Так. Может, мне самой опять открыть? Иза, а ты дальше будешь сама открывать? Да. Да, давай. Так, я открыла. Ну, дальше сама справишься. Давай. Плёнка там была, да? Да. Ну, как тебе? Понимается. Эта поднимается, да? Нет, эти должны стоять. А вот такая ключик. Ну, крючок. Закрывать, чтобы никого не трогали. Да. С кармашком. Вот такой я делал. Он шевелится. Двигается. Шевелится. О. Ну, как тебе? Твой любимый розовый цвет. Нравится? Да. Только вот это, видишь? Видать, надо туда её заправлять будет. Ага. Ну, всё? Да. Нравится? И следующий будет этот, другой бы подарок, ещё 5 долларов. Да, там цепочка ещё должна быть. Своё имя. И будешь вот туда складывать. С моим. С твоим именем, да. Свои брышели тут, с моим шмук. Да. Ну, Изабелька уже готова. Скоро, скоро гости придут. Все тут кого и богат. Да. Ну, на самом деле, день рождения был вчера. Но вчера была пятница. Мама работала, то бишь я. А сегодня будем, так сказать, отмечать. Да. Вот. Ну, теперь в свою комнату сейчас отнесёшь. Или... Или, или, не знаю. В общем, теперь сама думай. Да. всем привет всем здравствуйте сегодня хочу записать небольшое видео и на улице сегодня у нас тридцать первое число 31 июля вот у дочи день рождения было 29 это было в пятницу мы сильно так день рождения не справляли потому что я эту неделю в ночь работала в общем я была никакая пятницу вот день рождения мы вчера справляли но я это видео уже показывала немножко да вот было много детей было много шума и дети от нас ушли в 8 часов вечера и я потом немножко отдыхала поэтому видео я сегодня записываю вот я сейчас ее попрошу чтобы она показала что ей подарили вот чтобы она немножко похвасталась конечно подарочки небольшие но для девочки 13 лет сама то вот ну а так на улице у нас сегодня жарко было сейчас 7 часов вечера и на градуснике у нас 32 градуса вот но сейчас я хочу показать вам но сейчас я хочу вам показать велосипед мы недавно дочи купили другой он конечно был ушный но и пойдет в школу ездить потому что она тот велосипед буквально угробила за два-три года но он тоже был бы ушный но так как школа дети все просят покататься вот и мы решили более-менее поддержанную купить в очень хорошем состоянии вот скорости тут переключается скоростной и она попросила была сиденье поднять мы немножко сиденье подняли и руль поднять и в амазоне я купила выписала вот такой переходник он железный руль снимается переходник прикручивается и дальше руль вставляется и вот таким образом руль поднимается чтоб можно было ей в школу нормально ездить потому что тот уже был сильно убитый сиденье все было порвато это ну в общем он был очень и очень сильно весь покоцанный так сказать вот сейчас будет хвастаться новыми подарками вчера локоны делала она сказала платье буду одевать я и локоны сделала в итоге она футболку и шорты делала но это ладно так ну показывай что начнешь а ну вот это да мы распаковывали вчера она сюда уже все склала свое показывай вот ой так сделай вот это решение такое сердечко она магнитик это для друзей да она была полноценная я ну рассказывай но я отдала вот когда вот я хотела такую купить хотела посердечко купила и одну половинку мою подушку давай подружки да и тут у нее еще такая но сережка у тебя нету вот такая колечко колечко с киндер сюрприза да вот такая . уже большего ты уже ну вот так пойдет уже и вот крутится там стоит и сидеть короче уже жалко выкидывать маленькая жалко выкинуть да не остальные сейчас ой-ой-ой-ой лучше вот тут и опять вот такие когда ты еще была золото бриллианты пластмассовые я еще помню ты мы были это браслетики этого купить логопеда когда к логопеду ну это мы давно к логопеду ходили уже четыре года назад это было вот такая шкатулка она там и шатается внутри так дальше теперь такая стикер книжка книжка такая стикер ну сильно быстро не листай в общем вот такая допустим картинка она можно сказать наклейки пустая а дальше есть наклейки вот наклейки и вот на эти пустоты там вот короче такая вот наклейки клеить это фантазию развивать и вот мебели все тут расставлять и вот тут много животные это все наклейки на и вот я уже наклеил что-то вот домик на на дереве она наклеила такую детскую кухню уже наклеила вот поле на поле допустим коровы пасутся можно и коров наклеить баранов вот тут уже вон две козочки есть но это не наклейки это так и вот лошадки сюда свиней ну в общем вот такая да книжка под а примерно вот так оно должно быть выглядеть вот эти наклейки можно вот так расклеивать и вот можно смотреть ну примерно ну вот так должно быть уже должно как бы выглядеть наклейки расклеивать ну дальше вот такая книжка пездечные such utility какие-то все тут с мультфильма с мальфисента я смотрю мальфисента блин пин 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 забыла этого мальчика 101 долматинец я уже некоторые сказки уже и забыла с мультфильма королева королев и вообще-то листает до 101 долматинец ну это ладно в общем вот такая это такая книжка сказок так дальше вот такая шоколад коробка такая милка конфет и стоит с днем рождения до английский и вот такая кепка подошла подошла подружка да это моя любимая еда в клобусе ем фляж фляжки заброшен в глобусе у нас продаются по одному евро да и тут кстати в сзади вот написано глобус глобус но эта подружка ей такую кепку подарила ну и подружки девочки вот состоит ну читать не будем ладно но тут поздравление на немецком языке а вот да алис гута цунги бурстак да вот такая красивая ну чуть-чуть поближе покажем тоже цунги бурстак али гутен вюнши тоже сняла жизнь и моя подружка а это да подружка сама делала она сама рисовала хорошо сделала такие какие-то это герои они и вы в интернете все в ю тубе смотрите я даже не знаю как этих герои называются я страшные там заяц волк фу такие страшные кролики или кто там и игрушки страшные да а мы смотрим вот тоже на немецком да вы это любите ну и денежку да ну денежку мы показывать не будем это секрет секрет кто такие секрет большой-большой секрет это все секрет не будем рассказывать сколько у меня тут про шарик забыли да вот это шарик такая слайм слайм да они включивают даже чуть-чуть такие штуки ну в общем и буу зайка такая конфетка папа съела да зайка такая марципан изабель марципан у нас не ест папа съел мы не успели видео сделать в общем ну ничего хорошенькие подарочки правда еще один подарок не пришел на следующей неделе он придет да вот это такая цепочка цепочка с мое имя изабель имя да будет ну конечно она не настоящая не золото но бижутерия но тоже будет красиво вот вот в боулинге поиграли вчера с подружками да а с моей подружкой было страйк с них мои друзья уже страйк ну ничего весело было вам да мы там кушали пили да так как в боулинг я позвонила зарезервировала один как банд ну место так сказать где играть а игровая дорожка да если по-русски мы играли 6 человек как было да поэтому примерно кевин не успел еще два раза ударить но ничего ничего страшного вот и когда я резервировала игровую дорожку я сказала что будет детское день рождения торт был дома да вот я хотела сказать что в цену входила эти два часа игры входила потом каждому один раз ну какой-то сок там кока-кола фанта минеральная вода и и что еще а нет чипсы я сама покупала вам начос мид мид кезе заусы а конфетки как гуми берхен такие небольшие упаковки там поднос такой был примерно на каждого на каждого ребенка по два по три пакетика где-то вышло вот и это как в цену входило уже а потом детки еще захотели что-нибудь перекусить так как два часа там играли игра такая активная они пить хотели кушать хотели и вот начос как я уже сказала сырный соус мид кезе заусы это я уже сама экстра платила и еще раз мы всем соки заказывали кто кока-колу кто фанту вот так и это я экстра еще таксу платила в общем ну прилично сумма вышла на 100 евро за два часа но ничего день рождения один раз в год бывает да вот и мы потом домой приехали дома еще торт был я это ничего не снимала потому что тут народу у меня было вчера много и мне некогда было поэтому я толком ничего не снимала все-таки детское день рождения есть детское день рождения как говорится потому что как говорится я была официантом у детей потому что я сама пиццу жарила здесь в Германии на день рождениях в основном у немцев всегда идет пицца это они вот такие дни рождения как мы в Казахстане в России празднуем чтобы был шикарный стол с салатами с мясом там ну в общем настоящий стол как раньше было да здесь немцы так день рождения не празднуют без разницы какое взрослая детская они в основном вот сколько мой сын ходил на дни рождения одноклассников со школы да я всегда спрашивала что вы там ну кушали что у вас там было он говорит либо мама ну чья-то мама сама пиццу пекла либо они заказывали из пиццерии да конечно проще заказать но я в этот раз решила сама но в этот раз я решила сама детям пекти потому что в том году я заказывала в пиццерии и они кто что поднакусал короче они толком не доели и много пришлось что выкидывать и я в этот раз сказала нет буду сама делать по чуть-чуть я им понемножку жарила как бы небольшими порциями да и все съели и был большой торт бейныштих да я что весь торт съели молодцы мороженое я еще покупала да ну в общем вот 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 так здесь в Германии немцы празднуют день рождения а так как мы уже тут давно живем особенно я муж еще больше дети тут вообще родились и мы можно сказать по немецким законам да живем да так стол как в России накрываю я только на новый год и на взрослый день рождения вот когда у меня день рождения или у мужа у родителей мы такие столы делаем с салатами селедка под шубой оливье или салат с крабовыми палочками я люблю фунчозу и там ну мясо там шашлык потому что в основном дети у меня такое ну Кевин еще есть да вот Изабель не очень ей пиццу подавай или вот эти наггетсы ну короче фастфуд потому что она уже можно сказать по немецким законам тут живет вот так и здесь дни рождения празднуются в Германии и мы так празднуем празднуем особенно детские вот и кстати намного проще никакой канители не надо блин 250 блюд готовить голову ломать и три часа стоять за плитой легко и просто но все равно конечно немножко нервно было потому что дети немцы на немецком надо было разговаривать ухаживать я же говорю я была официантом вот ну вот так вот такое у меня вчера день не загруженным было сегодня у меня спокойствие я отдохнула сегодня воскресенье и вот решила видео записать да так как у нас было жарко в бассейне покупались вот так вот так у нас дни прошли и как раз вчера еще последнего котенка у нас забрали поэтому тут и день рождения тут и дети тут еще и за котенком захотели приехать все теперь у нас котят нету всех забрали я теперь вообще свободна потому что уже котята были большие трехмесячные вот ну наконец-то вчера вот последний последнюю кошечку забрали ну кто где одна кошечка у нас тут в нашем городе мой как сказать коллега по работе забрал кошечку так что ну я у него несколько раз интересовалась спрашивала как она говорит ничего все спокойно пока ему нравится я говорю ну если что не понравится можешь мне назад принести да ну в общем нету он он доволен говорит нормально говорит спокойно потому что он так же работает как и я в три смены ну в общем мой коллега по работе конечно он так же работает и говорит ничего она одна дома остается все хорошо ну вот так что у нас осталась мамочка сейчас где-то на улице гуляет где собачки спят после прогулки устали жарко плюс 32 теперь спят без задних ног так сказать без задних лап ну буду на этом заканчивать наверное в общем кажется у меня все ничего такого больше не было так что кому понравилось ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на мой канал всем всем большое спасибо за просмотр и до новых встреч пока пока до новых встреч